22 декабря в нашей стране отмечается праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь». Инициатива праздника направлена на воспитание молодого поколения в духе уважения и почитания родителей, на воспитание чувства благодарности родителям за дар жизни. Специально к этому дню и по археальным отделам религиозного образования были подготовлены социальные ролики в поддержку этого праздника и был организован их показ на основных крупных светодиодных экранах в столице Кубани. В этот день прошли встречи с учащимися школ юбилейного микрорайона. В 101-й школе состоялась встреча с учащимися 4-х и 5-х классов. Слушайте своих родителей. Разве хоть одна мама скажет «Сынок, говори плохие слова?» Она наоборот скажет «Сыночек, никогда не говори плохих слов. Всегда будь хорошим, опрятным, чистым». Правильно? И каждая мама говорит «Будь человеком хорошим, добрым, светлым, чистым». Не лентяем, трудолюбивым. И это тоже забота о нас, родителях. И вот за все это мы сегодня скажем им спасибо за то, что вы даете нам возможность быть лучше, чем мы хотим. Потому что стоит нас немножко отпустить, куда мы хотим. Мы такого натворим. Вот для того Бог и дает заповедь. Так важно воспитывать детей в духе возрождения семейных традиций, основанных на Пятой Заповеди Бога. Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле. Затем состоялась встреча со старшеклассниками 87-й школы. Но я спрошу вас, что значит чтить своих родителей? Уважать. Скажи, пожалуйста. Уважать. Уважать. Ну скажи. Хранить их. Оберегать их. Любить. Любить. Заботиться, когда они старые будут. Заботиться, когда они будут старые, да. А сейчас? Беречь. Ну скажи. Беречь. Слушать. Ухаживать. Уваживать за ними. Молодцы. То есть чтить это уважать, почитать, заботиться, слушаться родителей. А скажите, слушается ли тот, который говорит, а это мать там, ай ну ее. Это не просто он не слушает, он нарушает заповедь Бога, который сказал, чти, уважай, слушай. А есть ребята, которые говорят на маму там, знаешь. А есть те, которые слово мамы вплетают в скверну. И это называется по корню мать. Матерная брань. Почему нельзя ругаться матом? Потому что мать, давшая тебе жизнь, первое, запомнили? Это та, которая родила тебя. Если ты вплетаешь это имя мамы в какую-то скверну, или там тем более еще вплетаешь такие еще обороты, то горе тебе запомни. Ты умрешь раньше. Ты заболеешь, потому что это заповедь Бога. Чти, и будешь долго жить, и благо тебе будет. Скажи, пожалуйста, что такое да благо тебе будет? Счастье. Еще что? Успех, здоровье, долгая жизнь. То, чего каждый человек хочет. Все будет у тебя в жизни совсем по-другому. Смотрите, что осталось. Слушай родителей. Мама говорит, не делай, не делай. Папа сказал, сделай, сынок, сделай, не поленись. Не хочется, сделай. И тебе вернется. Все вернется. В рамках часов духовности была проведена встреча с юношами казачьего класса 89-й школы, в ходе которой поговорили о важном, о душе, о вечности. Ты думаешь, что такое чти отца твоего и мать? Мы по мере возможности и встречи. Почему? Кто это сказал? Бог так сказал. Чти родителей. И от того, насколько ты будешь почтительным к родителям, настолько Бог будет слушать тебя и помогать тебе. Мы не благодарны с вами, ни родители, ни Богу, ни учителям, ни врачам, ни солдатам и офицерам, которые сегодня нашу жизнь защищают. Мы не благодарны. А поэтому откуда у нас благо в жизни? Потому у многих вот так все в жизни сейчас. А почему так живем? А потому что отступили от нравственного закона божественного. Что нужно сделать, чтобы жить хорошо? Нужно к нему всего-навсего вернуться. Вспомнить о душе и о своей бессмертной душе. И о своем смертном теле, которое рано или поздно каждый из нас оставит. Должно однажды человеку, мы знаем с вами, прийти в этот мир, а потом суд и человек умирает. Я хочу пожелать вам в завершении, ребята, стать человеком, стать настоящим человеком, уважающим свою родину-мать. Запомните, мать это родина. Запомните, мать это та, которая подарила вам жизнь. Это та, которая привела вас в первый класс. Которая накрыла вам стол, когда вы пришли со школы. Которая постирала вам рубашечку, погладила брючки. Папа это тот, который сейчас пошел на работу, чтобы было что поесть. Вот вернетесь сегодня и поблагодарите родителей за жизнь. И папу, и маму. Вот тогда мы не напрасно с вами встречались. Не напрасно провели этот урок. А самое главное, вспомните, что чтить отца и мать, это заповедь Бога. И если я люблю Бога, если я крещен во имя Господа Иисуса Христа и Святой Троицы, то я не имею права ослушаться родителей. Я не имею права нагрубить родителям. Я не имею права даже стоять с тем, кто хулит своих отца и мать рядом с этим человеком. Потому что он уже не человек. В библиотеке имени Маяковского продолжилась встреча с учащимися четвертых классов. Вы же знаете, какой сегодня праздник? Какой? День благодарности родителям. Мы благодарим родителям за то, что они не только родили нас, но и воспитывают нас, кормят нас, заботятся о нас, всячески помогают нам, кормят, одевают, водят по всяким больницам, если мы заболеем, меряют нам температуру, если она у нас поднимается, возят на всевозможный отдых, если такая возможность появляется. Одним словом, они очень любят нас. И мы сегодня должны их особо поблагодарить за их любовь, за их заботу, за ту жизнь, которую они ради нас отдают нам. Ребята отвечали и задавали вопросы. Что такое добро и что такое зло? Добро – это когда ты людям делаешь добрые поступки, делах, помогающие. А когда наше тело умирает, то душа, она может привлечься в собачьих? Нет, никаких собачьих. Послушайте, это хороший вопрос, спасибо, молодец. Господь сказал такие слова. Должно однажды человеку умереть, а потом суд. И за свою жизнь, за свои дела, либо прославится человек, либо постыдится. Но он не будет бабочкой, не будет там птичкой, животным каким-то. Нет. Он будет отвечать только за себя. Ребята отчитали стихи. Семья – это важно, семья – это сложно, но счастливо жить одному невозможно. С папой и братишкой. Вот вся моя семья. Ох, спасибо, дорогие, что вы все у меня. В основе праздника «Спасибо за жизнь» лежит возможность выразить благодарность не только родителям, но и врачам, учителям, крестным родителям, наставникам, воинам, которые сегодня защищают нашу Родину. В жизни человека есть ценности, без которых он не может обойтись. Это хлеб, которым человек кормится, земля, на которой живет, родители, которые дают жизнь и любовь своим детям. Но главное – Бог, податель всех благ для жизни человека. Поэтому завершился этот день благодарственным молебным саккафистом «Слава Богу за все», в котором приняли участие большое количество прихожан и гостей Рождественского храма и молитвенно поблагодарили Бога, который любит нас и заботится о каждом из нас. Вот так важно нам этот день сделать днем ежегодного празднования, днем благодарения родителей, врачей, учителей наших военных, тех, кто сегодня не спит на границе. И чтобы этот день не только был днем одного дня благодарения, давайте будем всегда благодарны своим родителям и научим благодарить всегда своих детей за все. Вот как сегодня мы собрались с вами поблагодарить Бога за все. Я благодарю всех тех, кто сегодня нашел возможность прийти и вместе с нами, одним сердцем и одними устами, сказать Богу «Слава тебе!» за жизнь. Какие удивительные слова, правда, мы слышали сегодня. Вот дай Бог, чтобы мы вышли сегодня с благодарностью к Богу и с желанием трудиться в своей семье, в деле духовного просвещения всех тех, кто живет рядом с нами. А рядом с нами столько живут непросвещенных Духом Божьим людей. Так что работа у нас с вами – непочатый край. Хранила всех Христос, дорогие. Я желаю всем вам мира, здоровья и помощи Божьей во всех ваших добрых делах. Аминь. Мир вам и Божье благословение.